Свидетельством тому является такое уникальное создание здесь русского клуба «Тайвань», членом которого, по-моему, вы, Мария, являетесь. Уникальный он потому, что в отличие от русских клубов в ряде других стран, там принимают участие не только россияне, но и тайваньцы, которые интересуются русским языком, российской культурой и России вообще. Поэтому представительство всячески поддерживает работу этой неправительственной организации, которая зарегистрирована здесь в качестве таковой, в качестве НПО. И вот скоро, например, будет мероприятие русского клуба, такое, как посвященное 50-летию годовщины Великой Победы во Второй Отечественной войне, спортивный праздник, посвященный этому. Поэтому я думаю, что это интересно, это будет способствовать сближению общения россиян и тайваньцев с тем, чтобы взаимный интерес реализовывался в практические дела. Я знаю, Василий Николаевич, что вы, так же, как и я, любите творчество Бориса Борисовича Гребенщикова, который недавно выступал с концертами в материковом Китае. Я просто не могу удержаться и не спросить вас, есть ли у нас шанс завлечь Бориса Борисовича к нам на остров? Я думаю, что если российская общественность здесь проявит интерес и обратится к нему по интернету, которым он очень с большим интересом, насколько я знаю, занимается, во всяком случае, он всегда откликался на такие приглашения. И мне бы хотелось коснуться деятельности российского представительства на Тайване по отношению к нашим соотечественникам, к россиянам, которые временно или постоянно проживают на острове. Вот по каким вопросам россияне, проживающие на Тайване, могут обращаться в представительство, на какое содействие, на какую помощь они могут рассчитывать? По любым вопросам, касающимся защиты их прав и интересов, да вообще по любым вопросам, в этой связи я бы упомянул про то, что сейчас у нас полностью обновился сайт представительства. И если вы обратитесь к меню этого сайта, вы увидите, что там ответ и на часто задаваемые вопросы, и голосование, и вопрос о том, как решить некоторые консульские проблемы с паспортами, с легализацией документов и так далее. Я думаю, что и голосование у нас там есть, нравится сайт или нет. Во всяком случае, призываю всех россиян, которые интересуются Тайванем или интересуются наоборот из Тайваня, что происходит в России. У нас там есть и страницы чисто информационные, там каждый день практически появляются новости. Там есть страница, посвященная победе во Второй мировой войне. Во всяком случае, максимум информации о России, которую мы можем дать, мы выставляем на сайт. И поэтому по всем этим вопросам, которые там затрагиваются, по любым другим вопросам, которые волнуют лично людей, они, двери наши всегда открыты по вторникам и четвергам, когда работает секция визовой поддержки. Все ее сотрудники готовы оказать всемирную помощь, да и, собственно говоря, и все сотрудники всего представительства всегда готовы оказать любое содействие и дать любой совет россиянам, которые находятся на Тайване. Редактор субтитров А.Семкин